Всем привет! Как вы уже знаете, 3D Loot Creator может проявлять RAW файлы, поэтому в этом видео я рассмотрю настройки проявки RAW файлов и постараюсь ответить на самые часто задаваемые вопросы пользователей. Самый распространенный вопрос, почему проявленные фотографии в 3D Loot Creator отличаются от Lightroom, Capture One и далее можно еще подставить различные названия редакторов в зависимости от того, кто чем пользуется. Ответ на этот вопрос очевиден для тех, кто пользовался больше, чем одним RAW редактором. Каждый производитель софта разрабатывает собственные алгоритмы проявки, поэтому одна и та же фотография в RAW формате будет отличаться в разных редакторах. И это нормально. Вот так выглядит камерный JPEG с камерой Fujifilm X-T2. Вот так выглядит RAW файл, если его открыть в Capture One. И вот так он выглядит в Lightroom. Обратите внимание, тут меняется не только цвет экспозиции и контраст, но и уровень шумов, детализация и даже перспективные искажения кадра. Поэтому неудивительно, что RAW файл, проявленный в 3D Loot Creator, тоже будет отличаться. Для проявки RAW файлов в 3D Loot Creator использует библиотеку с открытым исходным кодом Libro. Параметры проявки находятся на вкладке Libro в настройках программы. Но прежде чем перейти к проявке RAW в 3D Loot Creator и разбору настроек, давайте рассмотрим, как происходит процесс получения изображения с матрицы камеры. После прохождения объектива свет попадает на матрицу. Перед матрицей стоит цветной фильтр. На картинке показан фильтр Bayer, он чаще всего используется в камерах. Фильтр разделен на цвета, где к каждому сенсору на матрице соответствует свой цвет. Красный, зеленый или синий. Матрица под микроскопом будет похожа на цветную мозаику. Именно в таком виде мы получаем RAW данные. Цветное изображение в пространстве RGB состоит из трех каналов. Красного, зеленого и синего. Но в случае с матрицей эти каналы будут лишь частично заполнены. Чтобы получить полное заполнение каждого из трех каналов, нужно рассчитать цвета соседних пустых ячеек. Этот процесс называется демозаика. После демозаики получаем плоское серое изображение. Цвет и контраст нужно будет вернуть. Для получения правильного цвета из RAW файла нужно использовать так называемую цветовую матрицу. Далее нужно вернуть контраст. RAW файл содержит гораздо больше динамический диапазон, чем это может отобразить монитор. Поэтому изображение выглядит плоским. Контраст возвращаем с помощью определенной кривой. Вот мы и получаем проявленное изображение, которое можно дальше обрабатывать. Второй по популярности вопрос, который обычно задают пользователи. Что это за тип файл, который появляется в папке с оригинальным RAW файлом? Это как раз и есть файл проявки RAW после демозаики. Обычно редакторы, которые работают с каталогами RAW файлов, создают в библиотеке превью на основе оригинальных RAW данных. 3D LUT Creator создает сразу проявленную копию RAW файла и загружает ее в программу для дальнейшей работы. Перейдем к третьему по популярности вопросу. Почему я создал лут для RAW файла в 3D LUT Creator, потом отправил его в Photoshop и получил странные цвета? Такое происходит, если вы сначала открываете RAW файл в Photoshop, то есть вы уже его проявляете. Потом открываете RAW файл в 3D LUT Creator, проявляете его там, а потом отправляете лут в Photoshop, где этот проявочный лут применяется к уже проявленному изображению. На выходе получаем пережаренный RAW файл. Как же получить правильный цвет? Тут есть два варианта. Вариант первый. Вы проявляете RAW файл в Photoshop, затем загружаете уже проявленный файл в 3D LUT Creator, обрабатываете его там и отправляете лут в Photoshop. Вариант второй. Вы проявляете RAW файл в 3D LUT Creator, красите его там, затем загружаете в Photoshop TIFF, проявленный в 3D LUT Creator, он будет в папке с оригинальным RAW файлом, и только потом уже отправляете лут из 3D LUT Creator в Photoshop. Если в Photoshop не было открытых документов, то вы можете передать тип файл сразу вместе с лутом. Остановимся подробнее на втором варианте. Откроем вкладку Libro. Эти настройки нужно задавать еще до того, как вы загрузите RAW файл в 3D LUT Creator. После проявки вы не сможете с помощью лута повлиять на эти параметры файла. Именно проявка определяет, с каким исходником в конечном итоге вы будете работать. Если вы уже проявили RAW и хотите поменять настройки, то вам нужно будет удалить, либо переименовать созданный TIFF файл и загрузить RAW повторно, чтобы проявочный файл создался с новыми параметрами. Разберем настройки проявки. RAW Color Space – это цветовое пространство, в котором будет открыт RAW файл. В 3D LUT Creator можно выбрать 3 цветовых пространства, они имеют разный цветовой охват. Чем шире цветовой охват, тем больше цветов может отобразить цветовое пространство. sRGB имеет самый узкий цветовой охват, Adobe RGB шире, ProFoto имеет самый широкий цветовой охват. Как это можно использовать? Если у вас на фото присутствуют сильно насыщенные цвета, например, картинка слишком теплая и красный канал выходит за пределы охвата, то есть смысл использовать цветовое пространство с более широким охватом, например, ProFoto. Цветовые пространства в 3D LUT Creator поделены на две группы с припиской RAW и без. Если вы выбираете цветовое пространство без приписки RAW, то в этом случае исходник будет сразу сконвертирован в выбранное цветовое пространство. Цветовая матрица будет применена к нему при конвертации. Приписка RAW означает, что исходник будет такой же, каким он считался с матрицы камеры, а LUT будет конвертировать его цвета в выбранный профиль с помощью цветовой матрицы в 3D LUT Creator. Рассмотрим это на примерах. Я проявил один и тот же файл с разными настройками цветового пространства. Первое фото проявлено в пространстве srgb, второе RAW srgb, третье в ProFoto и четвертое в RAW ProFoto. Я примерно подогнал эти файлы по яркости и контрасту. Несмотря на то, что цвета после применения лута выглядят одинаково, все четыре исходника будут отличаться по цвету. Вот исходник при проявке в srgb. Вот исходник при проявке в RAW srgb. Исходники ProFoto будут отличаться еще сильнее. Хотя после применения лута результат получается один и тот же. Кстати, обратите внимание на размер файлов в пикселях. И камерный jpeg, и проявка в Photoshop RAW файла sxt2 имеют разрешение 6000 на 4000 пикселей. В то время как проявка в 3D LUT Creator имеет размер 6032 пикселя на 4028 пикселей. А если учесть, что Libro не использует профиль объективов, то мы получаем гораздо больше информации на фото, проявленных в 3D LUT Creator по сравнению с другими редакторами. Покажу это на примере. Я загрузил сюда камерный jpeg. Обратите внимание, как много информации по краям кадра прибавляется. Ваши RAW файлы в буквальном смысле хранят больше данных, чем вы думаете. Далее идет выбор демозаика, то есть алгоритма, который будет получать цветное изображение из мозаичного. В 3D LUT Creator доступно 5 демозаиков. Я проявил эту фотографию со всеми 5 демозаиками в цветовом пространстве RAW sRGB. Если смотреть на фотографию целиком, то разницы вы не заметите, поэтому я включу 100% увлечение. При линейном демозаике появляются артефакты на контрастных границах объектов. По мере увлечения номера демозаика эти артефакты уменьшаются. С точки зрения резкости изображения, разницы между последними тремя демозаиками я не заметил, поэтому я решил оценить демозаики на предмет появления муара на фотографии. Я проявил RAW файл Sony со всеми демозаиками, кроме линейного. Посмотрим, как они работают. Будем судить по уровню муара на воротнике девушки. Обратите внимание, с демозаиком AHD муары почти нет. Вот для сравнения проявка из Lightroom. В Lightroom я полностью обработал эту фотографию, настроил цвет, контраст и резкость, поэтому к проявке демозаиком AHD я применил плагин для повышения резкости. Вот что получилось. По факту я получил даже меньший муар, чем в Lightroom. Можно сравнить муар на ногах. Вот проявка Lightroom, тут есть небольшой муар. И вот проявка в 3D LUT Creator с демозаиком AHD. Далее идет ползунок выбора количества проходов демозаика. Я не выявил видимых отличий от количества проходов, у меня этот ползунок стоит на максимуме. Подавление шума тоже работает практически незаметно, Поэтому я рекомендую отключить подавление шумов средствами Libro и давить шумы уже в фотошопе. Сейчас выпущено довольно много плагинов, которые делают это гораздо лучше. Обратите внимание, что использование шумодава с некоторыми матрицами, например с матрицей X-Trans, может привести вот к такому результату. Еще один аргумент в пользу того, что шумодав лучше отключить. Далее идет выбор алгоритма для восстановления пересветов. Пересветы можно обрезать, не обрезать, смешать, либо перестроить различными способами. Я проявил закатный снимок, снятый на Nikon D750 всеми алгоритмами. Лут в фотошоп выключен, чтобы были лучше видны отличия. Увеличим зону пересветов и посмотрим работу алгоритмов. Вот так выглядит фото с обрезкой светов. Вот без обрезки, вот со смешиванием и вот с перестройкой светов. Алгоритм с обрезкой мне кажется более естественным, поэтому я обычно пользуюсь им. В любом случае, работая даже с таким исходником, вы получаете гораздо больший динамический диапазон, чем в JPEG. Если вам важна информация в светах, то вы можете выбрать другой алгоритм. Если убрать галочку загрузить настройки баланса белого из RAW, то при проявке настройки баланса белого не будут загружены в 3D Loot Creator. Я не рекомендую вам ее убирать, потому что так вам будет проще подстраивать баланс белого. Я также не рекомендую убирать галочку загрузки цветовой матрицы из RAW файла. Баланс белого вы еще плюс-минус сможете выставить, а вот привести цвета в норму на глаз с помощью канального миксера у вас вряд ли получится. Что означает галочка загружать в UniWB? В режиме UniWB сигналы каналов изображения с матрицы отображаются как есть. У меня есть файл, проявленный в UniWB. На первый взгляд тут нет отличий, но если сравнивать оригиналы файлов после проявки в обычном режиме и в UniWB, то в последнем исходник будет с зеленым оттенком, потому что в действительности сигнал с матрицы зеленого канала сильнее, а синие и красные каналы будут темнее. На практике красные и синие каналы предварительно усиливают. В UniWB такого не происходит, поэтому изображение, проявленное в этом режиме, максимально близко к тому, что снимают с матрицы камеры. Далее идут галочки использования подавления линейного шума и пастеризации, но на практике я не заметил никакого эффекта от их использования. Последняя настройка позволяет автоматически перезагружать RAW файл после смены настроек проявки, чтобы этого не делать вручную. Итак, с настройками проявки RAW файлов в 3D Loot Creator разобрались. Это был сложный урок, его подготовка заняла у меня очень много времени, надеюсь он вам понравился, так что поддержите его лайком. Если что-то непонятно, можете задать вопрос в комментариях. В следующем видео по проявке RAW файлов подробнее остановимся на практической стороне этого вопроса. Это был Виталий Глебочкин, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова